При подготовке к 1 сентября большое внимание в образовательных учреждениях нашего муниципалитета уделяется антитеррористической защищенности школ. Охват школ современными техническими системами безопасности обеспечивает устойчивый контроль над ситуацией. Наша съемочная группа побывала в ряде городских и сельских школ и убедилась, что учащиеся смогут спокойно приступать к учебе. Последние пять лет на обеспечение антитеррористической безопасности учреждений социальной сферы района было выделено 148 миллионов рублей. Благодаря планомерной работе сегодня все школы, детские сады и центры дополнительного образования надежно защищены, и эта работа будет продолжена. Наши дети должны учиться в комфортных, безопасных условиях. Для этого в районе, в Славянском районе делается все. Мы за два года прописали программу, порядка 40 миллионов денег привлекли. Прежде всего это ограждение территории, видеонаблюдение, лицензированная охрана, рамки детекторов. То есть все те требования, которые сегодня предъявляют к общеобразовательным учреждениям и детским садам, мы их стараемся выполнять. Но, как говорится, всю работу не переделаешь, поэтому есть еще мероприятия по улучшению, скажем так, ветхих заборов. Сегодня камера видеонаблюдения уже с новым разрешением, для того, чтобы более четче снимать картинку. Поэтому цели и задачи понятны. Продолжаем заниматься, но еще раз повторюсь, безопасность детей прежде всего. Все образовательные учреждения имеют ограждения, оборудованы кнопками экстренного вызова, охраняются лицензированными организациями, на входе установлены металлопропускники, а также подключено видеонаблюдение. С сотрудниками учреждений проведен инструктаж, отработаны планы действий в случае чрезвычайных ситуаций. В нашей школе предусмотрены все меры безопасности. Во-первых, у нас на обоих дверях стоят турникеты, и если у нас ступенчатый вход, то дети проходили через турникеты. У каждого ребенка есть своя карточка, поэтому еще очень легко отконтролировать, все ли в школе или нет. У нас два здания школы, обе школы постоянно у нас под контролем. Несмотря на то, что сейчас каникулы, учреждения образования также находятся под надежной охраной. Сейчас решается вопрос, чтобы сделать ее круглосуточной. В 29-й школе Станицы Петровской сотрудники охранной организации дежурят целые сутки. В скором времени эта практика будет применяться во всех образовательных учреждениях. Немаловажный аспект в обеспеченности безопасности играет бдительность и ответственность учащихся школ и родителей. С ними в течение учебного года постоянно проводится разъяснительная информационная работа. Все работники школы, они прошли инструктаж, они ознакомлены, они знают, как нужно правильно все себя вести в данной ситуации. Прочитано очень много литературы, очень много информации дополнительной размещено на сайте школы, также разослано им в электронном виде. Все учителя ознакомлены. У нас установлена система оповещения в случае чрезвычайной ситуации. Школа полностью готова и оснащена системой антитеррористической безопасности. До конца года в четырех школах города, имеющих несколько зданий на своих территориях, 1, 4, 5 и 16, будут оборудованы контрольно-пропускные пункты при входе на школьный двор. Это удобно и обеспечивает более высокую безопасность учащихся и учителей. В первом городском лицее специальный пункт охраны при входе на территорию уже создан. В лицее номер один, как и во всех школах района, ведется большая подготовительная работа к новому учебному году. И вопросы безопасности, и вопросы антитеррора, они стоят на первом месте. До этого пункт охраны, он был оборудован непосредственно в рекреации, а сейчас он выведен вот непосредственно перед входом в школу, оборудован на такой, мне кажется, очень красивый доме, который вписывается в ландшафтный дизайн нашего лицея, и в цветах, и как-то в размерах, очень достаточно гармонично. Но его основная функция, конечно, это обеспечение правопорядка, это обеспечение охраны жизни и здоровья, обучающихся сотрудников. Вопросы с обеспечением безопасности учреждения образования сегодня закрыты практически на 100%. Остались текущие проблемы, которые решаются в плановом режиме. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».